Это не в ножке. Обращаю ваше внимание, бросок порой, вот этот вот проход, точнее он называется проход ноги, а с броском прямой переворот. Происходит только тогда ногу дальнюю, бери. Как правило, он входит сюда вот так, а бросок происходит, когда он ногу подносит. Вспоминаем, да? Если вы понимаете, что с этой ситуации уже не уйти, его ногу подносят, да? Ножку заводим сюда и вот как будто обкручиваем его ногу, держим здесь. После этого, обращаю внимание, рука всегда уходит сюда. Почему? Потому что можно в какой-то момент взять и перейти на удушающий. В этой ситуации он может вас каким образом бросить? Он может вот этой ногой сделать захват, зацеп, передний или задний бросить. Чтобы, соответственно, он эту ногу не подтащил, вы центр тяжести держите на своей правой ноге и правой рукой стараетесь, чтобы он это ничего не сделал. По правилам рукопашного лоба у нас получается сколько? 5 секунд, и вас разнимают. Вот, нога. Вот, и я стараюсь. Как проверить, чтобы его не бросить? Только я поднимаю, видите? Еще сильнее. Поэтому, Лех, голову дальше, руку обхватил, ногу назад, ногу назад, свою вот эту. Да, и рукой. Видишь, я сейчас могу лучше ему сделать. Рукой, вот колено мое. Вот этой свободной рукой колено. Вот. Все. Еще раз. Двоечку бей. Двоечку, пошел. Я вхожу, ножку выгубил. Пытайтесь поднять. Работает каждый по 2 минуты. Перерыв 30 секунд. Приготовились.